В случае отмены карантинных мер, открытие купального сезона в области планируется, как обычно, 1 июня. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник ДЧС Ярнур Утигенов. Речь также зашла и о ситуации с пожарами в лесных массивах и на дачах. Спикер подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности на воде и с огнем. Эти две стихии каждый год уносят десятки жизней в Прииртышье. В 2020-м ситуация под контролем, однако тёплая зима и относительно рано пришедшая весна сыграли свою роль. Поэтому в этом году пожары пришли на нашу землю примерно на три недели раньше, чем обычно. На сегодняшний день мы имеем 39 факторов загорания лесных пожаров. 39 факторов. Это по сравнению с прошлым годом на 14%. Больше в прошлом году было 34 фактора. Это в основном лесных массивах. Помимо этого, более 90 факторов имеем степных загораний. Стоит отметить, что в большинстве случаев причиной пожара является человек и его небрежное отношение к окружающей среде. Мы за этот период привлекли 58 человек к административной ответственности за сжигание мусора, как и на дачах, так и степи, и плюс за сжигание сухой травы. Рекомендации гласят, что для соблюдения пожарной безопасности мусор лучше сжигать в специально вырытой яме. Никак не на земле. Не до конца потушенные угольки могут вновь воспламениться. Последствия такого халатного обращения логичны. Буквально с начала мая пожары были зарегистрированы в семи садоводствах. Повышенную обеспокоенность вызывает и начало купального сезона. Повторение прошлогоднего сценария допустить нельзя. «В прошлом году имеем 33 факта гибели людей на водоёмах. Из них 30 фактов – это при купании, 3 факта – при ловле рыбы». Оборудовано 33 пляжа – 16 коммунальных и 17 частных. Сейчас там активно ведутся подготовительные работы. «По поручению активной области разрабатывается трёхсветная дорожная карта по дальнейшему функционированию и развитию бляжей на территории области». Пойма Иртыша затоплена на 90%. Сегодня – последний день природоохранных попусков воды. Паводковый период тоже закончен. За это время в регионе не было ни одного случая подтопления или разрушения строений. Летальных исходов или травм также не зарегистрировано. Ергелер Амазанолы – Ертас Ахпарат.